Об ответственности за незаконное получение пособия по безработице. Информацию до граждан Артемовского городского округа доводит Ирина Пельщикова, помощник Артемовского городского прокурора, юрист второго класса. В соответствии со статьей 28 Законно-Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации, государство гарантирует безработным гражданам выплату пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного, выплату стипендий в период прохождения обучения по направлению органов службы занятости, а также возможность участия в оплачиваемых в общественных работах. Граждане, получающие пособия по безработице, как правило, добросовестно пользуются этим правом и полоняют свои обязанности. Между тем, среди них оказываются те, которые злоупотребляют правом получения пособия по безработице. В настоящее время участились случаи предоставления гражданам недостоверных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер предложительности выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. К наиболее распространенным фактам незаконного получения пособия по безработице относятся предоставления справки с завышенным средним заработком, сокрытия гражданинам занятости при постановке на учет в качестве безработного либо в период получения пособия по безработице и т.д. Законодатель не оставил без внимания обозначенные события и предусмотрел наступление уголовной ответственности за незаконное получение пособия по безработице по ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве при получении выплат. В санкции указанной нормы предусмотрены наказание в виде штрафа в размере до 120 000 рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо проникительные работы на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 4 месяцев. Во избежание комментированной ситуации граждане должны быть внимательными своевременно извещать специалистов Центра занятости о своем трудоустройстве и других обстоятельствах, которые так или иначе влияют на получение ими пособия по безработице.